мы на месте мы приветствуем игоря интересуемся готовлю диагностики и чистки доверили он нам свое биополе наперед сеанс доверит оптически ничего не видно росло и на весь по тонким разбиты потом кота нет хорошо да и команду на счет риска на расканировать пространство над головой игоря под ногами 360 градусов вокруг него сканер сканировать систем тонких тел игоря находит все демон ногах у него 11 и не джин 2318 и не дракон 3816 и гуманоид откуда гуманоид перес ты разбил тонкие тела я распределила про назначение а кто решает какое назначение тонких тел ты решаешь гуманоид у него голограмма внутри как тело стоит сканер просканируй сейчас игоря отключи эту голограмму внутри вместе с сопутствующими чипами датчиками имплантами конвекторами все что на частоте гуманоида отключается выходит выдавливается из биополя игоря и как полностью еще одну тонкую копию как тонкое тело разбил тела и в середину вставил мы остановились на том что ты решаешь как лучше распределять тонкие копии правильно я создаю свои копии на основании этих понятно вот представьтесь давая энергетические центры и подключая биоматериал энергоинформационные каналы частицы души и энергии окружающие это биополя получается очень похожая копия человек немного тоскует но копия живет своей жизни копия в клетке хорошо мне это в принципе все понятно кроме одного единственного факта у тебя есть разрешение на эти действия у тебя есть контракт с ним контракта не заключал хорошо представь себе такую ситуацию гуманоид что я твои тела тонкие разобью я тебя вижу это будет нападение нет я не буду это делать это даст команду Игорь если Игорь захочет тебе это все вернуть у него есть полное право потому что ты являешься его заложник и вот я спрошу сегодня Игоря на определенном этапе желает ли он чтоб ты тоже самое пережил что он пережил и вот тогда будет интересная ситуация гуманоид не считаешь серьезно сколько ты находился в этом биополе гуманоид скажи ко мне не можешь меня копировать это тебе так кажется находился здесь четыре года почти нет находился 438 строил копии хорошо на этом этапе мне информации достаточно синий дракон у тебя есть контракт с этим человеком с этой душой нет контракт синий джин у тебя есть контракт с этой душой без контракта я без контракта в тесноте до него виде или не вечер уйдешь и ты со своей чулмой и со своим сосудом с деньгами в зависимости от обстоятельств и демон одиннадцатый чем объяснить твое присутствие в этом биополе у тебя есть контракт хорошо начни у кого контракта нету дема сколько ты находился в этом биополе два года почти здесь закручивая гайки понятно синий джин сколько ты находишься в этом биополе меньше года синий дракон сколько ты находишься в этом биополе и гуманоид сказал хорошо начинаем с реверса энергии в процессе работы я буду задавать вопросы будете на них отвечать да и команду тонкой копии и горе спроецировать все энергетические сферические каналы ко всем ответственным подселенцам ответственным за чужеродные негативные патогены низкой аббрационной болезни все что мог получить от них возвращается к ним усилию потоки в 50 раз тонкие тела таки стоят разбитые пока да вера но будем ждать пока реверсы не закончится оба расслойные внизу они скреплены гайкой он сказал гайки закручу сканер просканируй эту гайку отключи выведи из биополя она на щеколотках ноги связывает всех тел хорошо сканер знает что делать он отключает выводит эту подключку до 100 открывая воронку в галактической дропа тем что вышло и это все уходит на переработку закрывая печать и растворяя готова и даю команду тонким телам объединиться первоначальном варианте один два три так как они должны чакры распределяется становится в своем порядке не встали но они не скармонизированы хорошо до этого дойдем реверс закончился устанавливали фильтры золотой стоп перед тем как обратный реверс пойдем скэнер просканируй полноту души игоря на настоящий момент 87 13 процентов души гуманоиде не кажется что это не первая копия а еще где-то одна есть понятно сколько копий в общем ты отправил пока 1 2 почти готова хорошо переходим ко второму реверсу порядке реверсы игорь забирает чистую светлую божественную энергию обратно пошла энергия божественная чистая 1 2 3 игорь вы видите эту ситуацию сейчас да вижу конечно вы понимаете это все что происходит сейчас да понимаю поэтому я здесь понятно у меня еще один вопрос к вам гуманоид больше всего глумился над вами у вас есть желание вернуть ему все что вы испытали на себе за эти годы как вы скажете так и сделаем он у вас украл 13 процентов души сделал копию которая находится сейчас в его мире и работает на рабских работах скажем так у него этого было печали потерянность опустошенность и так я спрашиваю хочет вернуть это гуманоида он спрашивает да если это как-то повлияет на него да вы можете всю свою боль все что вы испытали за эти годы перенести на него чтобы на боль все что вы от его присутствия испытали чтобы там ни было душевная боль физическая боль все эти боли перейдут на его план до ста процентов не больше то есть он все испытает что вы испытывали все эти годы я не хочу падать до его уровня глумится над ним хорошо ничего ничего не делаем прежде закончился отлично хорошо идем дальше что-нибудь осталось на твоей чистоте гуманоид посмотри нет синий дракон выходи вытаскивай все свои платы ничего не забывай отключайся возвращайся назад вы хотите получить свою душу назад игорь конечно хочу мы сейчас вернули только часть этой души сканер просканирует паунтуют души игоря на настоящий момент девяносто четыре девяносто четыре шесть процентов еще находится в его мире шесть процентов достаточно для трех копий я так скажу хорошо идем дальше и так он все синий дракон все забрал да снял не теряем времени идем синий джин выходите не надо собирай все что оставил его биополе в тяге всю свою пыль все подключки ничего не забывай приступай обращаясь ко всем сейчас кто присутствует из вас квартире игоря демон джин синий дракон хорошо демон скажи мне где лярва находится биополе пока джин вытаскивать все копчик показывает объясняет что многих мужчин лярвы скатываются показывает как они скатываются принципе это все идет от головы у него вниз сердце собирает и оттуда скатывается копчик копчик хорошо значит там одна лярва больше нигде нет в ногах ничего нет нет хочешь получить эту лярву я тебе дам отдельную команду когда дойдет твоя очередь джин все забрал да хорошо демон выходи вытаскивай все что я оставил в его биополе отключайся полностью и на месте доложишь ты все снял я дам тебе команду на лярва так ты мой болт убрал уже что еще так это твой твой болт был я же сказал гайки закручиваю но гайки и болт это для меня две разные вещи гайки закручивать это есть такое абстрактное выражение что-то зажимать хорошо все понятно и так все все убрали даю команду на рассинхронизацию и как же моя лярва ты меня сбил со своими болтиками гаечками выходи забирай свою лярву хорошо даю команду на рассинхронизацию игоря с и демоном синим драконом синим джином гуманоидом его конструкции на счет ряде два три пошла рассинхронизация до 100 процентов заканчивается автоматически готова и команду сканеру на контрольную проверку пошла контрольная проверка здесь чисто хорошо тогда я отпускаю сейчас демона синего дракона и синего джина с демоном как договорились открывается два портала в квартиру игоря один два три в один портал уходит демоны синий джин и в другой портал синий дракон закрывай опечатывая растворяя его портала нет у нас не хватает 6 процентов души игорь вы желаете вернуть вы сказали свои частицы души выстраивает игре прямые каналы к частичкам его души где бы они находились один два три и сила намерения игоря он забирает все свои родные частички души весь биоматериал все родные энергии все что у него украли по праву возвращает себя назад пошел процесс у него не хватает силы и намерения внутри выстроить каналы желание есть но не знает как глубоко он должен верить в это но это плохо хорошо подхожу к игорю помогаемой энергии ему осуществить этот план выстрелить каналы один два три каналы выстраиваются и притягиваем все родные энергии все что находится на его чистоте по праву забираем назад пошел процесс ну я вижу копию из нее идут потоки из головы потоки идут биоматериалы света информационная катаполя вокруг понятно готова отлично и сил моего намерения сжигаются эти каналы один два три отлетает открывая воронку в галактической дроне пепел уходит на переработку закрывая печатая растворяя сканер дай мне полонту души игоря на настоящий момент сто процентов сто процентов отлично хорошо ли я прошу тебя сейчас выйти со мной на связь у меня здесь гуманоид сириуса креировал из тонких тел что ему там угодно на протяжении три года и по-моему около четырех лет это вся проходила процедура на ночь мы вернули 13 процентов сейчас души и конструкция стоит в его его в клетке забираем что-то говорить конструкция уничтожая да голограмма на пустой уничтожая под конструкции открывая воронку в галактическое дро под голограммой она уходит на переработку закрывая печатая растворяя отлично значит клетка у нас пустая сейчас да ну что ж поехали дальше переходим на чистоту магическое воздействие если таковой силе было но проявляется я не могу сказать что это магия на нем магия где-то далеко есть хорошо это магия как-то проявилась в биополе черная линия она проявится скорее всего где-то на контрактах проклятие проклятие черная полоса идет хорошо это черная полоса сейчас выходит идет в клетку тюрьму это лента времени есть хорошо монитор поставить или притянем нет пошли по частотам а потом она выйдет хорошо значит она сейчас находится в клетке эта полоса идем дальше по закону свободы воли души и свободного права распоряжаться собственными энергиями игорь должен взять ответственность за свою жизнь свои руки выразить это намерение готова на это сделать я говорю слухи вот тонкая копия повторяет за мной я всякого рода дополнение к соглашениям контрактам и договорам контракты выходят активно подсвечивается контракт у него использованы да использованные вышли и в их проклятие эта женщина с веретеном отправляя в клетку тюрьму готова второй канал к этой женщине сейчас я начинаю с ней общаться притягиваю фантом или кто она где она находится родственники придут кто там нет это лента времени как она вышла она далеко во времени 1752 год хорошо опиши опиши это поклятие за что на веретеной магии потомок игоря убил ее сына как убил утопил и у него не было воздуха и пострадали легкие понятно и 1752 году случилась эта ситуация и потомок убил значит сына этой женщины она покрыла его проклятием до определен она сделала магия минут это на веретено какое-то проклятие и магическое проклятие игорь здесь единственная возможность которая есть аннулировать это проклятие это то чтобы вы попросили от всего сердца прощения от всей души у высшего я этой этого человека которого вы убили этому сына было пятьдесят семь лет поэтому у него в роду умирают все пятьдесят семь лет от болезней легких тоже до какого колена не знаю здесь даже не по коленам а ощущение что весь род где-то включилась каком-то году на каком-то конкретном человеке может перевоплощение было того кто убил из него началось понятно хорошо я спрашиваю игоря готовлю он принести извинения за своего предка который убил человека конечно готов если это родовое проклятие и родовая магия и это есть завершен в этом и только я могу снять и я готов больше некому это снимать сейчас я обращаюсь к высшему я этого человека убиенного и к высшему я этой женщине которая прокляла я прошу их выйти со мной на связь они почему-то вышли в одеждах того времени я приветствую вас уважаемые высшие я здесь меня зовут влад здесь такая ситуация игорь потомок тех людей которые принесли вам горе одну частичку вашу убили а вторая частичка так сказать прокляла за эту магию игорь сейчас хочет принести вам извинения за свой род за эти причиненные боли которые вы испытали и хочет попросить вас аннулировать это магическое воздействие родовое проклятие которым было на него наложено вы готовы его выслушать приветствую вас мы не только готовы его выслушать мы также готовы принять эту ситуацию и отпустить накладывать проклятие тем более магическое было очень неправильно с моей стороны но это то программа которую я проходила на тот момент она скинула меня вниз на пару уровней поэтому я с удовольствием выслушаю его душевное раскаяние за его род игорь у вас есть сейчас шанс принести эти извинения и попросить прощения за свой род и за все что случилось приступайте найдите нужные слова я никогда этого не делал но раз я стою во главу рода и мне выпала эта честь в великие души я прошу вас если мой род когда-либо причинил вам утрату ущерб или какую-то боль от всего своего сердца и от всего своего рода я прошу прощения я могу стать на колено и умолять вас отпустите мой род заберите свое проклятие снимите это магию каждый из нас живет своей жизнью в новом поколении это проклятие она несет горе всему нашему роду умоляю вас снимите это проклятие и еще раз прошу прощения о высшего я убиенного и у высшего я его матушки благодарите и дайте нам отпущения грехов благодарю мы слушаем высшее я принимаете вы его раскаяние я принимаю это раскаяние раскаяние и благодарю за эту встречу рот выживет раз такое случилось рот будет продолжать развиваться мое же проклятие я отменяю отменяю отменяя да будет аршиве нет магии больше нет проклятие и нет продолжения этому наложенному в это сломано мое веретено а теперь да будет так атаки есть аннулирована хорошо из этой черной полосы которая в клетке что-нибудь выходит нет это просто лента времени показывает откуда куда она ведет с этим проклятием 1752 года ее можно уничтожить да да и подкрывая воронку в галактической дроп от лента и она уходит на переработку закрывая печатаю растеряю хорошо игорь поздравляю вас проклятие аннулирована уважаемые высшее я я благодарю вас от имени игоря и от себя лично за то что вы аннулировали эти контракты за то что вы приняли и раскаяние игоря и на этой позитивной ноте позвольте вам преподнести вы были оба на земле скромные подарки появляются две корзинки самыми вкусными спелыми сочными ягодами которые есть на земле и мы просим два высших я принять эти скромные подарки знак благодарности за их помощь сегодня просто на добрые воспоминания и о том что эта глава наконец закончена мы с удовольствием принимаем эти корзины внимание от вас и благодарим от всей своей души и мы от всей души благодарим вас уважаемые высшее я желаем вам высоких уровней чистых энергий высоких вибраций и дальнейшего развития там где вы находитесь всего наилучшего на этом месте благодарим вас сердечно прощайте всем доброго рассинхронизируйся верочка хорошо игорь проклятие аннулировано и в клетке у нас фантом этой женщины с веретеном и отправляем этот фантом на и на его чистоту 1 2 3 и фантом уходит свое время хорошо игорь мы закончили вашу чистку как вы себя чувствуете великолепно чувствую себя целым наполненным радостным такое ощущение что ко мне вернулась моё я огромная часть меня которая была потеряна отлично